можно использовать и настоящие перышки декупажа да и получается очень очень красиво я не залачила сверху пока вот эту коробочку потому что хотела показать вам сначала вот в этом виде а потом вместе с вами мы еще и попробуем залач посмотреть что можно с этим еще сделать чтобы это все-таки было функционально еще не только красиво ну просто покажу вам вот эти перышки вдруг у кого-то появится такое желание и кто-то захочет сделать что-то похожее но это точно общиплом не я купила уже готовые они бывают очень и очень красивые вот эти мне очень понравились просто по цвету они настолько деликатные то же время вот красивая что я конечно не могла пройти мимо купила их и вы знаете вот я по-моему даже не сохранила какие они были там конечно в пакетике было много всякого еще мусора помимо перышек красивых поэтому пришлось их отсортировать хорошенечко но они были вот такие даже больше и там еще у них был сзади еще кусочек такой пера поэтому я их вот просто по обрезала и вот таким образом наклеивала я знаете как наклеивала то есть намазывала клей мод подж ну хочу сказать что там основу у меня сделано из потали золотой то есть там покрашена была основа золотой краской потом я нанесла молочко для потали наклеила поталь и все вот это такое золотое основание потом уже заклеивала перышками значит наносила клей мод подж и прямо вы знаете я сверху еще ничем не покрывала да то есть просто положила перышки чтобы они просто залипли в этот клей я просто предполагаю что нет вот видно вам или не видно интересно что у них такие такой бирюзовые оттенки есть перышках и мне хочется его конечно этот бирюзовый цвет сохранить но есть у меня подозрение что от лака он немножечко пропадет мне кажется он станет более темным вот такой клей мод подж на него хорошо клеится что-то тяжелое да то что надо хорошо приклеить так вот я сейчас хочу покрыть перышки лаком но у меня под под ними находится поталь поэтому надо покрыть чем-то таким чтобы потали это не окислялась хотя здесь принципе пускай бы окислялась ничего страшного не было бы было бы красиво и для того чтобы поталь не окислялась можно было воспользоваться шелачным лаком у меня шелак есть шелачный лак но он дает желтоватость некоторую скажем тогда поэтому я сейчас буду использовать вот такой лак для потали лак для золочения который не дает желтоватости вот такой я вообще кисточками никогда ничего не лакирую это вы сейчас все увидите я лакирую всегда просто рукой данном случае взяла кисточку прошлого все красиво выглядело кисточку у меня сейчас влажная потому что я ее помыла в воде и отжала поэтому она немножечко у меня влажная и в принципе для лака это хорошо действительно не будет пузырьков воздухе воздуха внутри щетинки вот этой но в то же время у меня был такой случай что я разбавила лак его очень хороший то есть как бы тот которым я пользовалась всю банку истратила и чуть-чуть на донышке он у меня загустел и я туда буквально несколько капель воды добавила и он плохой поэтому я боюсь честно говоря воды в лаке но я вам говорю так как я это все выкилую руками там нет и проблемы нету значит ну давайте пробовать значит тут мне конечно надо будет много этого лака потому что у меня на некоторых да почти на всех перышках остался еще такой пушок и там я видела вопрос как раз что на перышках есть небольшие утолщения действительно они есть но вот у перышек таких маленьких птичек вот на таких небольших перьях эти утолщения внизу на перьях все срезала то есть у меня они практически сейчас все плоские вообще не знаю конечно что в результате у нас с вами получится но вот такой орнамент птичьими перьями а вы можете увидеть достаточно часто в стиле модерн вот теперь пусть сохнет а мы с вами посмотрим что из этого получится потеряли ли они цвет не знаю видно вам или нет но да они стали чуть темнее вот эти бирюзовые переливы стали чуть темнее и поэтому бирюза стала хуже видна я наверное думаю что когда все это у меня подсохнет наверное я эту бирюзу просто краской добавлю акриловой просто чуть-чуть подкрашиваю вот так вот вот так вот Субтитры подогнал «Симон»